Год назад на этой плотине произошел несчастный случай. Тогда здесь еще не было вот этих железных ограждений. 12-летний Илья Ромашкин забрался на мост и прыгнул в воду. Самостоятельно выбраться оттуда он не смог. Тогда ему на помощь пришел другой подросток. Они попали в воронку и оба погибли. Сейчас в случившемся винят охранника, который в трагический день дежурил на территории. Тогда на Саженском мосту не было ни колючей проволоки, ни запрещающих табличек, настаивают знакомые 30-летнего Алексея Береснева. Молодого мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии прокуратуры охранник просил подростков уйти с моста, но не проверил, сделали ли они это. Ненадлежащим образом используя свои профессиональные обязанности, а именно не выполнив предписанные инструкции, инструкциями обязанностей, ограничившись устным требованием покинуть охраняемый объект. Трагедии можно было избежать, считает мать погибшего Ильи Ромашкина. Именно она и обратилась в суд. Юлия Ромашкина уверена, охранник должен был действовать жестко. Но жесткие меры никакие не были предприняты. Никуда не было сообщено, даже пускай сообщат в ОВД. Мать другого погибшего, 18-летнего Евгения Заливчева, придерживается другого мнения. На вине охранника она не настаивает. Говорит, тогда плотина не была огорожена забором. Из-за этого сюда и проникали посторонние. Я считаю, что все-таки охранник здесь, ни при чем, вот Алексея, повесить все на Алексея, вот это вот все как бы и посадить человека за то, что он как бы сделал все возможное, я считаю, что такого не должно быть. На стороне подсудимого и начальник охранного предприятия. Говорит, противоправных действий подростки не совершали. Проход и проезд на плотине свободный. А о купании людей рядом с гидросооружением в договоре ничего не прописано. Когда они появились, молодые люди, первый раз, они наверх забрались, он их оттуда прогнал и пошел на свое место дислокации. У него место дислокации – это территория насосной станции. Эта плотина обеспечивает водозабор для Первоуральской ТЭЦ и Новотрубного завода. В зале суда присутствуют и ответственные за гидросооружение ПНТЗ, в чем ведении находится объект. Какие-то информационные таблицы, информация о том, что там купаться нельзя предусмотрено? Требование законодательства не предусмотрено, но тем не менее мы ежегодно вывешиваем эти таблички в зоне плотины. На год период времени, 1 июня 2015 года? 1 июня, еще начала купального сезона как такового не было. Точку в этом деле должен поставить суд. Впереди еще несколько заседаний. Если Алексея Береснева признают виновным, ему может грозить реальный срок – до 4 лет лишения свободы.